Вещи и представления. Истинное есть тождество, вещи и представления. Тождество. То есть полное совпадение, полная господенция. Вот вещь, вот моя мысль на ней или представление. Это одно и то же, да. Вещь. Истинное есть тождество, вещи и представления. Вещь и представления друг друга из-за морда. Вещи представления в конечном итоге совпадают. Это совпадение и называется истиной. Один к одному. Один к одному. Вот понимаете, один к одному. Вот эта максималистская установка человека. Оказалось, что нет этого один к одному. А есть асимтотическая структура, которая мучительна, потому что ты вроде уже приблизился к истине, она тебе все-таки не далась, она ушла от тебя. И это процесс ведь бесконечный. Движение к асимтотике бесконечное. Асимтота не исчерпает, но не исчерпает. То есть, как видите, вот эта самая популярная теория, корреспондентная теория, которая всегда будет сохранять свое влияние, она на пьерок оказывается очень уязвимой во многих своих местах. Но мы должны принять именно вот с такими поправками, потому что все равно можно подказаться действительностью. Обязательно, понимаете, да? Я сейчас буду говорить о других теориях истины, которые полностью как бы эмансипируются в действительности. Это теории крайне субъективистские, крайне релятивистские. Я отдам им должное, но вы поведете, что человек должен получать информацию о мире. Он должен себя в мир вписывать, правильно, да? Но как успешно он это может делать? Вот в чем вопрос. Это великий вопрос, да? В какой степени наши знания соответствуют реальному обытию? Какова глубина наша истина? Какова точность наша истина? Насколько наша истина совершенно? Убеждение в том, что эта истина может быть абсолютно совершенной, абсолютно адекватной реальностью, абсолютно теждественной ей. Вот эти убеждения расшатаны. И когда они расшатывались, когда они трещали по швам, то это был кризис. Длительный кризис, мучительный кризис, потому что здесь человек прощался со своими иллюзиями, со своими амбициями, со своими претензиями, да? Но сегодня мы не впадаем в пессимизм полный, но мы все-таки осторожны, мы очень вдумчивы, да? И мы понимаем, что вот мир так просто в руки не дается, да? И что постижение истины – это процесс длительных приближений к ней, длительных, мучительных, противоречивых. Как вы поняли, это соответствие может быть только асептетическим, абсолютно адекватным, абсолютно эземорфизм, является идеалом, конечно, идеалом заманчивым, притягательным, но реально недостижимым. Сейчас я буду говорить о, так называемой, когерентной теории истины, которая, в общем-то, отрывается от действительности совсем. Когерентная теория истины, проблему истины рассматривает внутри. Система знания как такового, система знания, я говорю, да? Система, которая предполагается как что-то гармоничное, как что-то совершенное. Система, я построил систему знаний, я построил теорию. И эта теория отвечает определенным критериям порядка, критериям согласованности. Когерентная – это упорядоченный, когерентная. Когерентная – это самосогласование. В данном контексте, в данном контексте, истина есть, если хотите, я прямо скажу, красота. Красота построения. Красота построения. Я не буду утверждать, что тут произошел полный отрыв от действительности. Так бывает, и так было не раз, и, наверное, это повторится и в будущем. Я строю теорию, руководствуясь, прежде всего, соображениями когерентности. Это, в конечном итоге, эстетические соображения. Я хочу построить теорию, прежде всего, пишем, непротиворечивую. Непротиворечивую. Ну, уже греки поняли, там, где противоречие, там, вроде как, истины нельзя обнаружить. Хотя, мы это сейчас оспорим скоро, да. Вот. Я хочу построить что-то непротиворечивое. И для меня противоречивость есть явление эстетически отрицательное, эстетически негативное. Там, где противоречивость, там несовершенство, там какая-то несоконченность, какая-то неряшливость. Что-то там у меня концы с концами не сходятся, по швам расходятся, да. Что-то не то, да. Итак, я строю теорию непротиворечивую. Я строю теорию, вот очень важно это понятие вдуматься, теорию, которой присуща самосогласованность. Не просто согласованность, а самосогласованность. Самосогласованность. Все элементы моей теории так обязаны друг с другом, что если что-то я в одном элементе изменяю, то вся система на это реагирует. Вся система на это реагирует. Вот эта связь частей целого, да, которая характерна для организма, эта связь, она проявляется здесь на уровне теории, на уровне ментальном или на уровне идеальном. Теория есть нечто, я бы сказал так, самоценное, самоценное. И, в общем-то, я могу настолько увлечься, что я буду любоваться теорией, теорией, да, подчас забывая, к чему-то теория относится. Понимаете меня, да? Самоценность теории. Она красива, она что-то объясняет, она что-то предсказывает. Да, конечно, это связано с действительностью, но меня больше интересует не самодействительность, а меня больше интересует аппарат теории. Вот как он у меня удачно сложился, что он вот, он мной запущен, но он теперь сам по себе в это работает и выдает информацию, и не налюбуешься на него. Значит, когеряна теория истина, она, еще раз повторяю, эта теория относится с сознанием, понятым как что-то автономное, как что-то, я бы сказал, самодоблеющее, самодоблеющее, да. Самодоблеющее, знание, конечно, самодоблеющее. Если знание привязанных теорий, то оно не самодоблеющее, оно зависимо от согласования с действительностью, с корреспондированием направления действительности. А здесь вот теория эмансипирована от этих связей, и она оценивается в силу своего внутреннего совершенства или несовершенства. Пишем, что вот для этой концепции очень характерны соображения симметрии. Симметрия. Один из любимых критериев в построении теории. Симметрия. Второе. Очень важен здесь критерий экономности. Построить теорию, используя минимум средств, достигая максимума в результатах. Принцип Максмин. Максимальный результат при минимальных затратах. Мы еще будем с вами говорить о МАХе, о принципе экономии мышления. Но скажу сразу, что вот в гигерентных теориях истинны критерии экономности, лаконичности, простоты. Простота. Вот эти критерии, они имеют ведущее значение. Я еще раз подчеркиваю, что это критерии, в общем-то, не только гносиологические, но это критерии и ценностные. Ценностные. Тут присутствует оценка. Оценка, да? И оценка эстетическая, конечно. Эстетическая оценка. Ну, ясно, что к гигерентной теории истинны присущ некоторый формализм. Формализм. Форма теории. Форма, да. Она имеет приоритет. Но что замечательно, вот что интересно. Да, формалистская теория. Да, гетвистетская теория. Но очень часто истинны оказываются наиболее красивые теории. Вот это поразительно. Да, поразительно. Так. Красота и истина. Вот помните этот ряд. Истина, добро, красота. Но не будем брать добро, это этическая категория. А вот истина и красота. Действительно, между ними есть какая-то таинственная связь. Истина связь, да? Я строю теорию чистоформальную. Я строю теорию, где превалирует соображение красоты. Так. Я добиваюсь максимального совершенства, я добиваюсь максимальной эстетической выразительности. И я попадаю в точку. Я попадаю в точку. Теория истина. Теория отвечает реальности. А вот конкурентная теория, она не так красива, не так совершенна, и она хуже работает. Вот это, конечно, конкурентная теория истина в этот момент эстетики очень важен. И я скажу, что-то непонятно, конечно. Это тайна. Тайна познания, тайна человека. Может быть, тайна творения. Хотя я не хотел бы здесь прибегать к гиборизе Бога. Но мир создан по законам красоты, по законам софийности. Это так. И конкурентная теория истина этот момент фиксирует. Фиксирует. Хорошо. Так. Вот это две главных концепции, которые вы должны зафиксировать, и должны о них помнить. Теперь я хочу еще некоторые менее влиятельные, но тоже очень важные теории истины разобрать. И вместе с вами их обсудить. Давайте будем соблюдать порядок. Но еще повторяю. Корреспондентная и конкурентная теория истины, это, ну, как бы, вот, вы чувствуете, что между ними есть тоже отношения тезы и антитезы. Корреспондентная теория, она оцелует на взвестительности. Конкурентная теория акцентирует что? Акцентирует самодостаточность теории как таковой. Внутреннее совершенство теории преобладает над соображениями ее соответствия к действительности. Вы чувствуете, что тут есть оппозиция, что тут есть внутреннее противоположение. Эти две теории истины, они наиболее влиятельны, наиболее интересны. И я не буду сейчас делать выборы между ними, да этот выбор нам не нужен. И я, например, никогда его и не собираюсь для себя делать. Мне обе теории интересны. И это хорошо, это нормально. Значит, сейчас мы поговорим о так называемых конвенциональных теориях истины. Это как бы третья группа будет у нас. Конвенциональные теории истины. И я здесь ввожу понятие конвенционализм. Конвенционализм, я думаю, нам еще придется к этому понятию вернуться. Но сегодня его надо уже задействовать на полную мощь. Давайте вот сейчас попробуем понять обстановку, которая возникла. Это очень популярное направление философии науки. Это мы сейчас установим. Это понятие связано с именем великого французского математика и физика, философа Андри Пуанкаре. Андри Пуанкаре. Человек, который вплотную подошел к открытию теории относительности. Блестящий философ науки, я буду постоянно к нему обращаться. Вот Пуанкаре рассуждает на такую тему. Давайте я сейчас это воспроизведем. 19 век. Пуанкаре там конец 19, начало 20 века. Вот его время. 19 век. Эпоха, когда математика пережила целую серию кризисов. Мы об этом обязательно будем говорить отдельно, потому что кризисы в науке это самое самое для нас интересное. Кризисы в науке это кризисы всегда основания науки. Вот математика. Ну, казалось бы, у математики надежные основания. Правильно, да? Надежные основания. Ну, аксиомы. Аксиомы, да. Аксиомы и постулаты. Возьмем эвклидовую геометрию. Постулаты эвклида и его аксиомы. Ну, знаете, всегда эвклидовая геометрия была образцом, образцом несомненного знания. Конечно, большие трудности вызывает пятый постулат. Постулат о параллельных линиях. Но кроме вот этого пятого постулата, там все, как говорится, ни сучка, ни задоринки. Комар носа не поточит. Вроде бы, да? Запишите у себя, что вот истина очень часто связана с понятием самоочевидности. Самоочевидность. И вот самоочевидность, она, это же с реальностью истинности, самоочевидность, так? Вот я говорю, вот, возвращаясь к пятому постулату эвклида, я говорю, да? Вот, есть параллельная линия. И, фу, простите, пожалуйста, я что-то немножко сегодня устал, да? Есть просто линия, да? Есть точка вне этой линии, да? Через эту точку можно провести только одну параллельную к данной линии. Пятый постулат эвклида. Ну, правда, это самоочевидно. Это кажется бесспорным, это кажется несомненным. Но какой дурак может к этому сомниться? И, понимаете, вот в 19 веке появляются ребята с безумными идеями. Кто-то из них говорит, что через точку можно провести много параллельных линий. Смотрите, вопреки очевидности. Вопреки очевидности. Великое понятие, в великое словосочетание. Вопреки очевидности. А кто-то говорит, что вообще нельзя ни одной провести параллельный. Через точку. Я не буду сейчас называть имена, хотя вы их и так знаете. Это Ловачевский, это Байяи, это Гаусс. Короче говоря, возникает целый букет, целый букет так называемых невклидовой геометрии. Невклидовой геометрии. Все вращается вокруг пятого постулата. Итак, есть невклидовый вариант, когда через точку проводится одна параллельная. Есть вариант, где через точку проводится сколько угодно параллельных. Бесконечное множество. Есть вариант, где ни одной параллельной нельзя провести. Спрашивается, какая теория истина? Вот он, кризис. То, что оказалось самоочевидным, то, что оказалось бесспорным, то, что оказалось миллион и миллиард раз опробированным, вдруг шатается. Основания стали зыблиться. Это потрясение. Это шок. Как выйти из этого кризиса? Вот он, Гаррия, предлагает считать, что система аксиом, которую мы берем за основу, есть результат соглашения или продукт соглашения, конвенция. Продукт соглашения. Здесь начисто отсутствует проблема корреспондирования. Она выносится, выражаясь в терминах Гуссерля, за скобки. За скобки. Мы не знаем, как устроен мир, какая геометрия у него реализуется. Честно говоря, мы и сегодня этого не знаем. Ну, где-то в ближайших масштабах, в ближайших отношениях нам реализуется, вроде как, как и в Клидовой геометрии, но это не значит, что мы ее можем экстраполировать на бесконечность. Мы знаем уже сегодня, что в космосе есть очаги искривленного пространства, где выполняются правила других геометрии. Короче говоря, геометрия никак не корреспондирует с эмпирическим опытом. Аксиомы, которые мы принимаем за основу, они произвольны. Они произвольны. Запишем, что эти аксиомы не имеют опытного происхождения. Не имеют опытного происхождения. Ведь само слово геометрия на что указывает? Геометрия, землюмерия. Геометрия возникает из опыта, геометрия возникает из практики, геометрия возникает из чувственного нашего измерения. И вдруг, вот полная эмансипация от этой чувственности, от этой вечности, конкретности, предметности, полная эмансипация. Итак, наши истины не могут считаться абсолютными, не могут считаться абсолютными, потому что в их основе лежит конвенция. Конвенция. вот это жажда человека обладать абсолютным знанием. Абсолютным знанием. Знание, которое обязательно, знание, которое непровержимо, знание, которое единственное, знание, у которого по определению не может быть конкурентом. Оно одно, оно одно. Вот идеал этого знания, конечно, здесь претерпевает претерпевает что? Катастрофу. Полную катастрофу, абсолютную катастрофу. Это все рухнуло. Конвенционализм, он реален, он реален, понимаете меня, да? В общем-то, многие наши понятия, многие наши понятия, они вводятся конвенционально, даже если мы этого не сознаем, мы можем, мы можем, ну, как-то, вот, не понимать, что это понятие, введенное на правах соглашения, на правах конвенции. Ну, скажем, возьмем понятие системы, да, система, да? Что мы называем системы? Сколько есть определений системы? Они все разные, они все разные, да? Вот. И часто друг другу противоречат, противоречат. Очевидно, устоялось одно из многих определений системы, ну, вот, что, что устоялось? Ну, как бы вышло на первый план? Ну, как бы своих конкурентов оттерло, оттеснило? Мы это понятие вводим как что-то аксиматическое, да? Система, есть структура с набором инвариантных отношений, так и так далее. Мы забываем, что это что-то конвенция, что в данном случае система, понимаете, система не есть отражение какой-то реальной системы, не есть ее отсколок, отпечаток, это есть некоторая конструкция, конструкция, очень удобная, вот, поймите, я впервые это слово использую, удобство, удобство, это функционально, этим легко оперировать, с этим легко работать, так? И мы как-то вот, когда мы привыкаем, не забываем, забываем о том, что мы используем это, в общем-то, понятие не корреспондентное, понятие аксиома конвенциональной математики и геометрии, это начало конвенционализма, все начинается с математики, с математики, конвенционализм переходит в логику, логику, Рудольф Карнап, Рудольф Карнап, это имя мы должны с вами сейчас афиксировать, мы будем постоянно обращаться к нему, это величайший методолог науки 20 века, вот, Карнап говорит, что, собственно говоря, и логики могут быть разные, могут быть разные логические аппараты, вы поймите, да, математика множественность аксиом, мы считали, что есть одна, одна система аксиом, и у других это, казалось нам абсурдным, да, много миров математических, много миров, да, и не только связанных с геометрией, не только связанных с нарушением или с вариацией пятого постулата, миряда существует миров с разными смирениями, с разными с разными математиками, с разными геометриями, с разными топологиями, то же самое логика, мы считали, что логика единственна, что логика универсальна, оказывается, что и логики могут быть разными, да, и бывают миры, вернее, мыслимые миры, не знаю, бывает или не бывает, но мыслимые миры с логиками, альтернативными нашей логике, но я к этому еще вернусь, последствия, а пока скажу, что вот Карнер ввел так называемый, если бишь, это принцип терпимости, я говорю наперед, принцип терпимости, что он означает, ну вот не нужно монополизировать одну логику, нужно быть толерантным по отношению к другим логическим системам, важно, как эта система работает, если она в данном контексте работает лучше, чем другая система, так ты ее выбери, договорись о том, что вот эта вот эта логика, она нам подходит лучше других, и ты получишь поддержку, ты получишь согласие, вот, значит, здесь тоже имеет место конвенция, конвенция, ясно, что конвенция предполагает, запишем на себя, это очень важно, ну, какой-то союз ученых, кто договаривает это, элита, научная элита, так, вот мы договариваемся, в данное понятие вносить такое-то, такое-то задержание, ну, конечно, кто-то наверняка конвенцию нарушит, всегда будут бондари, всегда будут эритики, они будут возмущать спокойствие конвенционального мира научного, это, знаете, очень, очень непрочный мир, очень непрочный мир, почему? Ну, вы понимаете, что конвенция, пускай она, эта конвенция исключена лучшими учеными, вот мозги самые золотые, да, конвенция всегда условна, правильно, да, конвенция всегда условна, договор есть договор, так, вот, можно договориться чем угодно, в принципе, так, можно довести до абсурда, вот эту потенцию, которая заложена в договорном начале, пожалуйста, ответит у себя, что конвенция, это, конечно, инструмент, инструмент познания истины, да, вот мы им пользуемся, как некоторые снасти, но конвенция, она, она ведь часто мало чем отличается от фикции, от фикции, правильно, да, рабочий инструмент, рабочая гипотеза, вот мы согласились, что сегодня мы ее используем, да, вот, она играет как роль лесов, у нас нет возможности построить законченное здание, вот давайте вот такую времянку соорудим, соорудим, да, вот, ну, где-то там белые нитки видны, да, закроем за глаза, закроем за глаза, нам нужно работать дальше, конвенция, какие-то результаты выдает, выдает, она себя оправдывает, оправдывает, она на сегодняшний день удобна, удобна, хорошо, вот мы с ней работаем, с этой конвенцией, так, но ведь вы сами понимаете, что наступает момент, когда становится ясным, что это ненастоящее, неподлинное, да, и конвенция здесь уже предстает, как самообман, и она требует ревизии, и заключается другая конвенция, другая конвенция, то что я хочу сказать, что конвенционализм, конвенционализм, он теснейшим образом связан с релятивизмом, релятивизм, относительность, но еще о релятивизме мы поговорим отдельно, специально поговорим, так, но вот все-таки скажу сейчас, что это огромная проблема, проблема, да, и запишем о себя сейчас эту проблему, это же как бы, это будет, ну, четвертый раздел у нас, да, запишем его отдельно, диалектика абсолютная, и относительно истинная, вот это очень важная категория, абсолютная и относительная в учении об истине, мы еще будем говорить отдельно, о релятивизме обязательно будем говорить, но уже сейчас должен я наветить основные моменты, абсолютное знание, и еще раз повторяю, что абсолютное знание, это знание, которое можно назвать вечной истиной, вот здесь такое понятие, вечная истина, оно, оно, конечно, восходит к Платону, нам не нужно ничего приходящего, нам не нужно ничего эфемерного, подавай незыблемое, подавай то, что никогда не устареет, никогда не подвергнется ревизии, вот это ностальгия по-абсолютному, она присуща человеку, она в нем глубоко заложена, и никуда от этого не деться, это наш максимализм, это наш универсализм, здесь такое свое выражение, вот в этой установке на максимализм, на универсализм, на всеохватность, на всеведение, как некрасив этот идеал, как непрекрасив этот аттрактор, а так цель, которая притягивает, цель, которая манит, вот этот идеал все-таки опять-таки недостижим, опять-таки асимптотичен, и очень рано в сознании людей входят в представление об относительности истины, большую роль здесь сыграли софисты, софисты, греческие философы, которые показали, что истина мало чем отличается от мнения, вот интересная позиция, характерная для именно греков, есть истина, это то, что не подлежит пересмотру, есть мнение, которое зыблится, шатается, меняется, истинные мнения, помните, я в начале лекции вел оппозицию истинные заблуждения, а вот еще одна позиция, характерная именно для эпохи софистов и первых скептиков, первых север, ну, собственно говоря, и парменид противопоставляет подлинное знание мнению, мнению, да, так, мнений много, мнений много, софисты скажут, сколько мнений, столько и истин, столько и истин, да, софисты, софисты первыми, первыми, поняли, что истина, во-первых, плюралистична, плюралистична, плюрализе множества, да, во-вторых, они поняли, что истина субъективна, истина зависит от избранной твоей позиции, истина, если оказывается зависит от твоего характера, если хочешь, от твоего настроения, конечно, учение и софистов обистиния, это полная релятивизация истины, с этим можно не соглашаться, но о том, что в софизме была какая-то оздоровляющая энергия, в каком смысле оздоровляющая, но человек, который стремится к абсолютному, он часто это абсолютно догматизирует, догматизирует, да, там, где абсолютно, там всегда есть желание быть монополистом обладания абсолютным, вот я владею абсолютным знанием, я есть хранитель и держатель абсолютно есть, а ты заблуждаешься, да, вот, и я не буду с тобой считаться, не буду тебя слушать, ты мне неинтересен, софисты вот этот догматизм, этот монополизм расшатали, и в этом их огромная заслуга, вот, нас в этом редко пишут, редко говорят, да, конечно, софизм где-то близок к кинизму, кинизм, циники, да, с этого слова, вот диагент был, киником или циником, но у нас сейчас чаще говорят кинизм, хотя можно выразить цинизм, но цинизм имеет еще такую семантику, знаете, сами бы никакую, да, вот, конечно, философский цинизм, это не есть циническое поведение, скажем, какого-нибудь там чекиста, который что-то готов родину продать, хотя глянется в любви к Дзержинскому, понимаешь, какой цинизм, в таком дурном смысле слова, да, дурном смысле слова, философский цинизм, это, конечно, другое, да, цинизм, это сомнения в абсолютном, это нетерпимость к дагматизму, к давлению авторитетов, так, вот софисты первыми, а скептики вторые здесь были, да, вторые, да, вот стали говорить о том, что есть только относительно истины, истина тоже текуча, текуча, но, конечно, это несовместимо с идеалами Платона, мир вечных идей, как истина, это несовместимо с Парминидом, с Парминидом, который говорит, что истина единая, единая, которая не знает никаких в себе очленений, которая неподвижна, а все остальное, это мельтешащая иллюзия, переменчивый, неустойчивый мир, мир пены, мир мусор, брошу ему цена, надо от мнений переходить к истине, а истина, она в едином, и так далее, и так далее, релятивизм, релятивизм, так, вот очень хорошо идею релятивизма провел Гераклит, он сказал так, вот ты вот, напишешь ему слова, любая обезьяна, самая прекрасная обезьяна, самая прекрасная обезьяна, безобразна по сравнению с родным человеческим, самая прекрасная обезьяна, безобразна по сравнению с родным человеческим, Самая прекрасная обезьяна, безобразная, в сравнении с родным человеческим. Вот здесь релятивизм, релятивизм, да, вводится куда? Сферу эстетических оценок, в обрус вкусов. Ну, нам бы очень хотелось считать, что есть абсолютный критерий красоты. Абсолютный. Да, в стоклассе Батону существует идея прекрасного, и эта идея прорисовывает себя на все конкретные формы прекрасного, и поэтому мы бери вещей, узнаем, узнаем отцвет абсолютной красоты. Отцвет, отцверк, эхо, отзвук, как угодно, да, но нам уже нравится только абсолютно прекрасное. Вот у Гердлитта показано, что есть разные системы отчета, разные системы отчета. В одной системе отчета это прекрасно, в другой системе это что-то безобразно. Это нормально. Я сейчас не буду говорить о теории Донсельштейна, я о ней буду специальную лекцию вам читать. Но что, теория относительности? Или релятивистская теория? Релятивистская теория. Вот, смотрите, что здесь общего и что здесь различного. Релятивно, значит, относительный. Я сейчас говорил о философах-релятивистах. Философы-релятивистах, да. Я говорил о софистах, скажем, я говорил о Гераклите. Это философы-релятивисты, которые считают, что есть относительное. Не нужно считать, что Эйнштейн, релятивист, вот в таком смысле слова, которое я только что сейчас использовал. Теория относительности это не что другое, не что другое. Теория относительности знает свои абсолюты, свои константы. Но что теория относительности показала? Что действительно не существует какой-то одной абсолютной системы отчетов. Вот это важно понять, да. Классический видико считал, что имеется абсолютная система отчета, привилегированная система отчета, это эфир, заполняющий мировое пространство. И что мне показалось, что нет такой абсолютной системы отчета. Что существует много систем отчета. Много систем отчета. И они равноправны. Они равноправны. Ну, при всем различии мира релятивистского, созданного софистами, и мира релятивистского, созданного Эйнштейном, тут явно есть какие-то параллели. Явно есть, да. Хотя, никак не надо эти миры отожислять. Такие разные уровни, разные аппараты, ну, разная семантика, это ясно. Но тем не менее, тем не менее. По крайней мере, и в античном релятивизме, и в релятивизме Эйнштейновском нет места монополиям. Монополиям. Нет места абсолютам. Так вот, истина относительна, истина абсолютна. Диалектика этих моментов. Как эта диалектика решается? Ну, я бы сказал так, она решается через процесс. Мы говорим, что истина процессна. И мы говорим, что в процессе познания, в процессе познания, да, мы движемся от истина относительна к истинному абсолютному. Движемся. Вот есть такой вектор, он существует. Хотя, опять-таки, я должен здесь использовать понятие симптоты. Так. Вот резервфорд. Помните, я вам рассказывал, если я даже не рассказывал, то ничего, что я повторю. А если не рассказывал, то очень хорошо, что не рассказывал. Вот, смотрите, начинается изучение атома. Да, атом изучается. Атом, который раньше был предметом только таких чисто теоретических конструкций. Входил в теорию, теория работала, это же все экспериментально, но атом сам-то не прощипывался. Томпсон говорит, да, вот атом, да, это что-то похоже на кекс. Кекс, так, теория называлась, теория кекса, да. Вот атом, да, вот он, тесто у него положительное, а это тесто в крапленной изюминке, отрицательные электроны, да. Вот, модель кекса, да. Это истина или не истина? Ну, отметим у себя, что вот эта первая модель атома, она отразила истину. В этой модели гениально показано, что атом поляризован, что в атоме есть вот положительные элементы и отрицательные. Но как это показано, как это проструктурировано, конечно, наивно. Мы говорим, что здесь истина абсолютно не отражена, но отражена в форме относительной. Относительность задается с чем? Задается с условиями, времени, техническими возможностями. Томпсон сделала то, что ему было доступно. Резервуар откопнул глубже. Резервуар открыл атом. Построил совсем другую модель атома. Следующая, вторая модель, да. Вот, и дорога, это как Солнце, электроны как планеты, знаменитая планетарная модель атома. Она истинна или нет? Ну, конечно, она ближе к абсолютно истине, чем модель Томпсона. Вот, приближение, да, приближение. Сделан шаг вперед. Но это истина не абсолютная. В этой модели использованные нитонусские законы движения, они не работают там. Резервуар был наивен, когда считал, что электроны движутся по тем же законам, как и планеты движутся вокруг Солнца. Нет. Это понял Нильс Борг, который создал третью модель атома. Это квантованная модель атома, да. Где электроны переходят с орбиты на орбиту скачкообразно, дискретно. Вот три модели атома, да. Вот процесс, три этапа, три шага, три ступени. Томпсон, модель похожа на кекс, резервуар, планетарная модель. И квантовая модель атома, принадлежащая Нильсу Бору. Вы чувствуете, как идет приближение к абсолютной истине? От истинно относительных мы переходим к истинным. От истинно относительных мы менее относительным. Но сказать, что мы сегодня знаем об атоме все, сказать, что мы поставили точку, никак нельзя. Нельзя, да. Вот. Поэтому представление, оно восходит, кстати говоря, к марксизму и ленинизму, о том, что вот процесс познания есть движение, ответственное относительное к истине абсолютное, оно совершенно правильно. Только с той поправкой, что это движение симпатическое. И вряд ли когда-нибудь мы сможем сказать, что вот мы наконец-то владеем абсолютной истиной. Тем не менее, мы всегда дорожим возможностью как-то вот зафиксировать момент абсолютного в относительном. Это очень важно. Это очень важно, да. Да, мир релятивен, да, мир изменчив. Но в этом мире есть и постоянство. В этом мире есть регулярность, повторяемость. В этом мире имеются так называемые константы. Вот наука, она ориентирована на поиск абсолютного в относительном. На поиск устойчивого в изменчивом. И что я повторяю? Да, мир процессен, да, мир изменчив, да, мир текуч. Но в нем есть инварианты, в нем есть константы. А инварианты и константы, это, если не абсолютные, то это знаки абсолютного. Это сигналы абсолютного. Это элементы абсолютного. Как можно будет поступать. Как нам нужно былоenne первое. Если действительно нет, так «еткод из球». Первое. Первое.